Мы прекрасно понимаем, что единственной причиной созова сегодняшнего заседания Совета Безопасности является стремление западных спонсоров киевского режима поддерживать украинскую тему на плаву в Совете Безопасности. Причем в нужном и мракурсе. Он подразумевает осуждение ударов, наносимых российскими военно-космическими силами по объектам, имеющим отношение к военному потенциалу режима Зеленского и гипертрофированное представление его последствий для гражданского населения. Выглядит это все весьма неубедительно, особенно на фоне бойни, творимой Израилем в секторе газа. Госпожа председатель, сегодня, как обычно, дружно записались выступать на этом заседании члены Евросоюза. То, что ничего нового мы от них не услышим, это очевидно. Но мы рассчитываем на их активное участие и в завтрашнем заседании, созываемом по нашей инициативе. Что касается упомянутых массированных ударов, нанесенных высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. Цели удара были достигнуты, нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение высоутопливом. Как и во всех предыдущих случаях, гражданскому населению ничто со стороны российских военных не угрожало, как бы не пытались доказать это режим Зеленского и его западные спонсоры. Очень мешают западным пропагандистам и мнения простых украинцев, которыми они делятся в соцсетях, призывая соотечественников бояться не российских высокоточных ударов, а последствий работы украинской ПВО, размещенной в жилых кварталах в нарушении норм международного гуманитарного права. Поскольку, как это признает сама Украина, средств ПВО у нее стало меньше, меньше стало и инцидентов из-за их использования, что также подмечают простые граждане этой страны. Кстати сказать, в последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и других городах и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координатами военных складов ВСУ и мест в сосредоточении воинских резервов, что наглядно демонстрирует реальные отношения мирного населения к происходящему. Простые украинцы все четче осознают, кто для них действительно враг и от кого для их жизни исходит реальная, а не мнимая угроза. Их можно понять, ведь их беспокоит то, о чем наши западные коллеги сегодня, разумеется, не сказали. Например, они не проронили ни слова о нарушениях прав украинских мужчин призывного возраста в ходе их принудительной мобилизации. А это сегодня настоящая бич для украинских семей. В интернете публикуется все больше свидетельств того, что военкоматы с украинскими мужчинами не церемонятся и в нарушении всех норм и законов похищают прямо на улице, как разыскиваемых преступников и без особой подготовки отправляют прямиком на фронт, где единственная возможность выжить – это сдаться российским военным. Сделать это, правда, не так просто из-за наличия заградотрядов из националистов, которые сами в прямую бой с российской армией стараются не ввязываться, предпочитая стрелять в спины своим соотечественникам. При этом люди со связями и средствами, депутаты и чиновники, уклоняются от мобилизации сами и вывозят за границу своих родственников призывного возраста. В Винницкой области даже был введен запрет на въезд мужчин призывного возраста в приграничные с Молдавией районы, чтобы воспрепятствовать их бегству из страны. Как можно узнать из опубликованного на днях германским изданием Deutsche Welle видеорепортажа, во многих украинских селах призывать уже просто некого. В селе Лузановка в Черкасской области с населением 400 человек мобилизовали около 50 мужчин. Председатель местного сельсовета сетует на то, что в селе уже некому копать могилы. Такая ситуация по всей Украине. И все это на фоне откровенного нежелания подавляющего большинства украинцев воевать за западные геополитические интересы. Как на днях признал президент Киевского международного института социологии, только 8% опрошенных мужчин готовы добровольно вступить в ряды ВСУ. Киевский режим справедливо видит в этом смертельную угрозу для своей власти и поэтому всячески затягивает гайки. Так, в начале месяца призывной возраст для украинцев был снижен с 27 до 25 лет. И судя по тому, как идут дела у украинской армии на фронте, он в скором времени может составить и 17-18 лет. В момент своей агонии Гитлер, как известно, делал ставку на Гитлер-Югент при обороне Берлина. Организирующий режим Зеленского готов поступить так же, причем приносит жертву за чужие интересы не только украинцев, но и украинок. Готовящийся сейчас к принятию закона мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжаются Зеленский и его клика. Только об этом наши западные коллеги предпочитают умалчивать. Так же, как и о том, как они много лет готовили Украину к войне с Россией под прикрытием Минских соглашений, а потом, в апреле 2022 года, не дали заключить мир с Россией. Разумеется, не услышали мы сегодня и о том, что правозащитная ситуация на Украине продолжает стремительно деградировать. Главу киевского режима, узурпировавшего власть, отменившего в стране выборы и бросившего всех несогласных с его диктатурой в тюрьмы, никто из его западных спонсоров одернуть не решается. Между тем, в стране все более оголтело пропагандируется неонацизм, прославляются украинские пособники нацистов, культивируются националистические и российские настроения среди широких слоев общества. Не ослабевает масштабные гонения на каноническую украинскую православную церковь. Из УПЦ ее служители киевский режим старательно лепит образ пособников врага и всячески поощряет незаконные захваты ее храмов. Все русское, язык, культура, образование, СМИ автоматически подвергаются отмене. Приведу лишь один пример. На прошлой неделе одиозный институт национальной памяти объявил уроженца Киева, писателя Михаила Булгакова, жившего в 19-20 веках и умершего в 1940 году, ярым украинофобом и приравнял использование имени писателя к пропаганде российской имперской политики. Знаменитому на весь мир русскому писателю, в частности, вменяется вину то, что он из всех русских писателей того времени ближе всего стоял к нынешним идеологам путинизма и кривлевского оправдания этноцида на Украине. Это цитата. Человек со здоровой психикой такого не напишет. Он не будет бороться с искусством, уничтожать книги и сжигать их на площадях. Так поступали только нацисты в 30-40-е годы прошлого века. И точно так же поступают сегодня на Украине их идеологические наследники, прославляющие Бандера, Шухевича и всех тех, кто помогал немцам в годы войны убивать евреев, поляков, русских, цыган и тех же украинцев. А нынешние немцы и другие западники вместо слова осуждения притворяются глухонемыми и поставляют главарю киевской клики оружие и помогают ему убивать мирных граждан. Но об этом мы поговорим подробно на отдельном заседании, запрошенном нами на завтра. Наши западные коллеги настолько привыкли на автомате закрывать глаза на любые преступления и уродливые выходки киевского режима, что умудряются не замечать даже возобновившиеся ею несколько дней назад прямые обстрелы и атаки дронами Запорожской атомной электростанции, рискующие вызвать ядерную катастрофу в самом центре Европы. Эту тему мы затронем отдельно в ходе специального заседания 15 апреля. Надеемся, что справедливую оценку к происходящему даст и руководству МАГАТЭ, чьи сотрудники находятся на станции и воочию могут наблюдать украинские провокации. Уважаемые коллеги, все это, конечно, не радует, но есть и хорошие новости, внушающие активизм всем, кто устал от украинского кризиса. Российская армия сегодня наступает практически по всем направлениям, уничтожая укрепрайоны, создававшиеся по многу лет. В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом, и изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые мясные штурмы и контратаки киевского режима. Эта ситуация крайне беспокоит западных спонсоров украинского главаря, которые вместо задачи помочь Киеву победить Россию уже провозгласили для себя новую цель – не дать России победить. Сам Зеленский тоже заметно изменил риторику, предупреждая своих хозяев, что без новой масштабной западной помощи Украина проиграет. Тем самым он подтверждает то, о чем мы говорили неоднократно. Украина сегодня не более, чем частная военная компания, воюющая для Запада и западным оружием до последнего украинца. Все, что остается киевскому режиму в этих обстоятельствах – это в бессильной злобе действовать в худших террористических традициях, целенаправленно обстреливая мирный квартал российских городов и совершая самый настоящий теракт. Таким он и войдет в историю – бесчеловечным и человеконенавистническим режимом террористов и нацистов, прядавшим интерес своего народа и принесшим его в жертву за западные деньги и подачки для Зеленского и его ближайшего окружения. В этих условиях попытки главы киевского режима продвигать свои формулы и созвать саммиты в поддержку киевского режима вызывают лишь недоумение. Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться. Благодарю вас.